Что обсудили Солерс и Казанский Федеральный Университет? Гуманитарная помощь гражданам Сирии. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елена Гатаулина. На сегодняшний день отечественный автопром переживает непростые времена в связи с большим количеством ограничений в отношении России. Как эту проблему решает автомобильная компания Солерси, чем ей может помочь Казанский Федеральный Университет, расскажет наш корреспондент. Инженерный институт Казанского Федерального Университета посетила делегации автомобильной компании Солерс. Встреча с представителями организации взяла свое начало в центре цифровой фабрики роботизированные аддитивные технологии в промышленности. На протяжении трех часов директор инженерного института Наиль Кашапов проводил экскурсию и знакомил коллег с деятельностью вуза. Метод сотрудничества, похоже, вот уже нащупали по ходу экскурсии, сейчас будем утверждать, что мы являемся разработчиками, которые они уже дальше доводят, внедряют на конкретные предприятия. То есть именно в рамках РНТ, ну вот, например, сейчас очень важно то, что было связано с прототипированием, с конструированием, скажем, для них вот это мы могли бы тоже у себя развивать и вместе с ними делать. Главная цель представителей Казанского федерального университета внедрить свои разработки в производство. Солерс как раз таки является таким предприятием, которое в автомобильной отрасли занимается продвижением исследований. Неразрывно с этим процессом необходимое участие конструкторов для подготовки кадров в УДИ. Мы не только разрабатываем, делаем дизайн, допустим, панели передние или еще какой-то у автомобиля, но мы еще дальше разрабатываем технологии. Им не придется, сделав у нас дизайн, идти к кому-то еще, чтобы те потом сделали технологию, чтобы уже изделие было функциональным. И вот именно вот такая непосредственно связка, я так понимаю, что их тоже интересует. После осмотра лабораторий научно-технологических комплексов состоялось совещание. Повестка заседания компании Солерс и Инженерного института Казанского федерального университета включала в себя представление своих организаций и обсуждение направлений сотрудничества, в частности, реализацию научно-технических проектов и подготовку кадров с повышением их квалификации. У нас в первую очередь это определение возможности потенциала федерального университета, насколько мы могли бы полезны друг другу, в первую очередь, от университета, с точки зрения решения наших перспективных задач. Наша цель создания научно-технического центра здесь – это решение перспективы, перспективы – это не только наше текущее производство, это то, с чем мы будем жить в течение 5, 10, 20 лет вперед. Поэтому хотелось бы понимать, насколько потенциал университета позволяет нам решить эти задачи совместные, ну и совместно уже в дальнейшем решать вместе с сотрудниками, с студентами, с пирантами эти задачи. Университет готов расширять сотрудничество в данном направлении. Преимущество Казанского федерального университета – в наличии собственных научных разработок, сильной материально-технической базы, а также передовой инженерной школы, что позволит реализовать совместные проекты и решать конкретные задачи по созданию и внедрению импортозамещающих технологий в целях развития отечественного автопрома. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс. Сирия переживает не самые легкие времена. Вооруженная провокация со стороны Израиля и крупнейшее недавнее землетрясение в истории основательно подбило каждого гражданина. 20 февраля Казанский федеральный университет выразил поддержку государству и отправил гуманитарную помощь. Институт международных отношений не остался в стороне, когда Сирия пережила природную катастрофу, активно включился в сборы и передачу гуманитарного груза. Кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения совместно с Центром арабской культуры Аль-Хадара организовали сбор гуманитарной помощи сирийскому народу и подготовили при помощи неравнодушных людей руководства КАФУ к отправке его в посольство Сирийской Арабской Республики в Москве. Народ оказался именно таким, что никто не остался просто без внимания в этом плане и вся фактически Республика Татарстан ежедневно привезли гуманитарную помощь. То, что значит, если вы увидите там, институт фактически заполнен. Наши студенты работали очень усиленно, сортировали все и упаковали все. И сегодня этот груз мы отправляем в посольство Сирийской Арабской Республики в Москву. Неравнодушные студенты, преподаватели и просто жители Республики принесли все необходимое. Теплую одежду для взрослых и детей, детское питание, предметы личной гигиены, общего пользования и многое другое. Руководитель Центра арабской культуры Аль-Хадара Мухаммед Салих Аль-Аммари отметил, что работники и обучающиеся вузы ежедневно проводили необходимую работу для сортировки и отправки груза нуждающимся в Сирии. Никаких слов, никаких выражений не могут выражать вот это, скажем, мое впечатление, в первых, от того, что именно есть такой народ, который там сделал все, чтобы народ в Сирии хотя бы спасли, кто остался в живых. Потому что, на самом деле, кто не под завалом, они тоже страдают на земле, потому что там холодно сейчас, нигде спать, никаких... Но все разрушено. То, что не разрушила война, добило вот это землетрясение. Казанский федеральный университет на постоянной основе оказывает гуманитарную помощь регионам, потерпевшим необратимые катаклизмы режима военного и чрезвычайного положения. Карина Саяхова, Фарид Захетуглы, Универньюс. О том, как прошла Олимпиада для поступающих в магистратуру Казанского федерального университета, расскажем далее. 18 февраля в стенах Казанского федерального университета прошла Олимпиада Магистриум. Она проводится для поступающих в магистратуру, а также для обучающихся выпускных курсов по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета и выпускников образовательных организаций высшего образования из регионов Российской Федерации и стран зарубежья. Сегодня у нас проходит очный тур Олимпиады для поступающих в магистратуру Казанского университета. Она называется Магистриум. В рамках этого мероприятия, сначала заочный был тур, сейчас очный, люди, которые имеют уже желание поступить в магистратуру Казанского университета, могут это сделать не путем сдачи экзаменов, соответственно, летом, а путем попытки пройти вот такой творческий олимпиадный конкурс. И призер или победитель имеет право выбрать любое, то, которое ему нравится. Призер, соответственно, получает определенное количество баллов, которое равно тому количеству, которое он получил, собственно говоря, в рамках Олимпиады. А победителям этой Олимпиады зачитывается 100 баллов за теоретическую часть. Олимпиада Магистриум включена в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культуры и спортом, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Мне сказали о том, что вот походит такая Олимпиада в магистратуру, что можно попробовать уже на третьем курсе, и я решила тоже, почему нет. Важно, что иностранные граждане, победившие в Олимпиаде, получают возможность обучаться по программам магистратуры в пределах выделенной квоты. Для того, чтобы принять участие в Олимпиаде, участники должны зарегистрироваться на официальном сайте Казанского федерального университета. Амира Ахтямов, Александр Кузнецов, Универньюс. Накануне в Институте управления экономики и финансов состоялся открытый образовательный марафон. Все подробности расскажем далее. Выбирая вуз для поступления, каждый абитуриент, конечно, хочет быть уверен, что в стенах родного университета есть все, что нужно для продуктивной учебы. В минувшие выходные в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялся открытый образовательный марафон. В рамках него в стенах вуза состоялись день открытых дверей и сразу две Олимпиады для студентов и школьников. Мы здесь отсматриваем свои будущие сильные кадры. Есть ребята, которые, принимая участие в этих Олимпиадах, даже не выигрывая, все равно выбирают Институт управления экономики и финансов для поступления. Ну вот, как бы, такие мероприятия проводят ежегодно. Регистрация на Всероссийскую Олимпиаду «Я профессионал» началась еще осенью. Участвовать в ней могут студенты разных направлений подготовки – технических, гуманитарных, естественно, научных, педагогических, аграрных и медицинских. Да это крайне полезно, потому что уже пройдя Олимпиаду, через недели-три узнав итоги, вы можете понимать, что вы уже поступите в магистратуру по экономике в любой вуз России. И лето у вас уже свободный, прием вас уже не касается. Это очень круто и очень здорово, что такие Олимпиады проводятся в разных регионах России, в том числе и на площадке Казанского федерального университета. Лучшие участники не только получат дипломы, которые позволяют претендовать на льготы при поступлении в ведущие вузы страны. Помимо этого, они получат возможность стажироваться в крупных компаниях, а также денежные премии от 100 до 300 тысяч рублей. Нам в университете рассказывали, в принципе, очень такая, ну, классная условно говоря, пиар-компания была в соцсетях, вот, постоянно это мелькало, решила попробовать, участвовала на втором курсе, решила, что на четвертом уж точно надо поучаствовать, и приехала, потому что, ну, не хотелось бы такой шанс терять, поучаствовать в финале такой здоровской Олимпиады. Со школы я еще являюсь, как бы, олимпиадником по экономике, много раз ездил на курсы, участвовал в Олимпиадах, побеждал, становился призером и так далее, поэтому я подумал, что участие именно в студенческих Олимпиадах – это, как бы, продолжение этого курса, тем более, как бы, не за горами поступления в магистратуру, хоть я и первый курс, но, я думаю, об этом стоит думать. Не остались без внимания и школьники. Для них на площадке института прошла Всероссийская Олимпиада по финансовой грамотности – фенатлон для старшеклассников. Напомним, что список Олимпиад, которые дают дополнительные баллы при поступлении в Казанский федеральный университет, можно найти на официальном сайте ВУЗа. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Универньюз. К другим новостям. В Музее истории Казанского федерального университета состоялась презентация альбома о творческой активности Совета ветеранов Казанского федерального университета. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета прошел седьмой международный научно-методический семинар «Совершенствование методики обучения языкам. Площадка обмена прогрессивной практикой». В Казанском федеральном университете прошел проектный интенсив «Студент-школьнику» в рамках проекта «Пробуй, знай, действуй», где студентов обучали базовым знаниям и умениям в области наставничества и проектной деятельности для последующей реализации социально значимых проектов. Проходила подготовка в несколько этапов – изучение понятий социального проектирования, разработки и упаковки проектной идеи, всем шагов и презентации проектных идей, подведение итогов. На этом все. В студии была Милена Гатаульлина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok